МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях этого дня расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Десятибальные пробки. Как коммунальщики борются со снегопадом? В полтора раза больше аварий. Расскажем сводку происшествий. Своя красная поляна. Новая детская площадка в строителе. Пишем картины. 23 ноября отмечается Международный день акварели. В Рязанской области коронавирусом заболели почти тысячи несовершеннолетних. Региональная опергруппа обновила данные о возрасте зараженных. В нашем регионе количество заболевших до 18 лет достигло цифры 950 человек. Четверо заболело за последние сутки. Старше 65 лет количество зараженных больше 2,5 тысяч человек. Всего в регионе насчитывается свыше 13 тысяч случаев заболеваний. Другой важной новостью стало открытие горячей линии по вопросам тестирования на коронавирус. Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Рязанцы смогут получать консультацию по вопросам, связанным с тестированием на коронавирус, сроками проведения анализов и предоставления результатов. Можно будет обратиться по следующим телефонам, которые вы видите на своих экранах. Можно также обратиться в территориальные отделы управления Роспотребнадзора по Рязанской области и филиалы Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области на административных территориях. Телефоны можно найти в интернете. Пожар с погибшими и больше 115 ДТП. Это статистика за прошедшие выходные и цифры здесь совсем не радуют. Более подробно расскажем далее. В минувшую субботу на улице Добролюбова столкнулись два автомобиля Рено Сандера и Лада Калина. Оба водителя получили травмы и обратились за помощью. Подробности происшествия уточняются, однако по сообщениям специалистов причиной аварии могли стать погодные условия. Сейчас госавтоинспекция регистрирует возросшее количество ДТП, в первую очередь с материальным ущербом, то есть без пострадавших. С четверга произошло 159 таких ДТП, что практически в полтора раза больше, чем за аналогичные дни предыдущей недели. Также на днях произошло несколько серьезных ДТП, в которых сопутствующим нарушением явилось то, что водители не учли дорожные и погодные условия при выборе скорости движения. Погода в регионе ухудшается. Прогнозировали и выпадение большого количества осадков и образование гололедицы. С этим уже начинают сталкиваться автолюбители. Такие переходные и погодные условия представляют большую опасность для участников дорожного движения. За прошедшие выходные дни зарегистрировано три наезда на пешеходов, в одном из которых пешеход от лочных травм скончался. Во всех трех случаях водителями автомобилей были предприняты меры к торможению. Но в связи с высоким расстоянием остановочного пути происшествия избежать не удалось. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге. Инспекторы напоминают, что согласно правилам дорожного движения водитель обязан учитывать дорожные и метеорологические условия и выбирать скорость движения, исходя из действующих ограничений и возможности полностью контролировать управляемость своего транспортного средства. К другим происшествиям в воскресенье утром на улице Семчинской случился пожар. К месту происшествия немедленно были направлены силы и средства Рязанского гарнизона пожарной охраны. В 9 часов 40 минут пожар был локализован, в 9 часов 50 минут ликвидирован. Всего в тушении пожара 618 человек привлекло 6 единиц техники. К сожалению, на месте пожара были обнаружены тела двух погибших. Мужчина 1955 года рождения и 1974 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На экране кадры другого пожара, который произошел 18 ноября в поселке Гузжелезный Касимовского района. Здание было полностью уничтожено огнем. В результате пожара в одной из квартир скончалась находившаяся там семья. Мужчина, женщина и двое малолетних детей. Четырехлетняя девочка и восьмимесячный мальчик. В настоящий момент Касимовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Паризанской области Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. В Рыбном назначен новый глава администрации. Им стал Алексей Полукаров. Ранее он исполнял обязанности заместителя мэра. Кандидатуру Полукарова единогласно поддержал местный совет депутатов 20 ноября. Напомним, бывшего главу администрации обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в декабре 2015 года мэр города получил трехкомнатную служебную квартиру в Рыбном. Дело передано в суд еще в августе. В результате Михаил Панфилов получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Утро понедельника в Рязани началось с 10 баллов на дороге. Всю ночь в городе был снегопад. К 8.30 сервис Яндекс.Карты показывал, что движение было затруднено на всех основных трассах города. Коммунальщики продолжают борьбу со снегопадом. Снег начался в воскресенье вечером примерно в половине девятого и продолжался всю ночь. Дежурная техника вышла на уборку улиц 22 ноября. Для расчистки дорог общего пользования и тротуаров были задействованы пескоразбрызгиватели, самосвалы, погрузчики, бульдозеры и другая техника. С начала снегопада были обработаны все проезжие части дорог нашего города. Обработка продолжалась до самого утра. С 8 часов началось подметание дорог у города. Также параллельно вышли трактора для подметания и обработки тротуаров. Для ликвидации последствий снегопада задействовано более 100 единиц техники. В каждом районе работают тракторы, очищающие от снега тротуары. На помощь коммунальщикам по посыпке тротуаров и уборке снега привлекаются подрядные организации. Дороги обрабатывались песко-соляной смесью, обрабатывались специальными реагентами для проезжей части дорог. Работы будут продолжены до полного окончания снегопада. После этого начнется сегодняшняя ночь и начнется вывоз снега. Для обработки дорог уже использовано более 500 кубометров песко-соляной смеси и около 130 тонн реагента. Еще 4 тонны противогололедной смеси израсходованы на обработку остановок общественного транспорта и тротуаров. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В микрорайоне строитель появилась своя «Красная поляна». Большую игровую площадку с таким названием местные жители получили благодаря программе поддержки местных инициатив. Причем городские власти не только оперативно возвели детский комплекс, но и облагородили прилегающую территорию. Появление детской площадки, да еще раньше срока, в микрорайоне строитель встретили с воодушевлением. Хотя в этом, пожалуй, самом пролетарском уголке Рязани мало кто вообще верил, что такое возможно. Но стахановские сроки и аккуратность в исполнении разубедили даже самых упрямых скептиков. Строительство длилось недолго, порядка, наверное, месяц небольшим, где-то полтора месяца максимум. Запросы, конечно же, есть на то, чтобы здесь сделать для мини-футбола еще огороженную площадку. Огромное спасибо городу, огромное спасибо правительству в нашем Рязанской области, что эти инициативы поддерживаются. Местные инициативы, считает председатель ТОСа, строитель Ольга Клочкова, это когда жители сами решают, где и что им нужно возвести. Как, например, вот это чисто дворовое решение – мостик через трубы теплотрассы. Свободных зон после благоустройства территории еще хватает, поэтому вовсе неудивительно, что на следующий год здесь хотят большего. Сами все продумывали, да, все сами ставили. И число лавочек, число урн. Планируем в следующем году опять принять участие в программе местных инициатив. Планируем дорогу и сквер. Жители-строители о городских властях сегодня говорят только в превосходных тонах. Нынешнее их решение оказалось комплексным. Вместе с установкой игровой площадки здесь отремонтировали дорогу и обновили трубы теплотрассы. На единственной до этого детской площадке в самый пиковый день играло до 200 детей. Было несколько сумбурно, но теперь у ребят будет раздолье. Мы очень рады, довольны, что наши дети занимаются. Есть чем заняться – поиграть, побегать, покататься. И родители с ними вместе отдыхают в сопровождении своих детей. Мы довольны. Депутат областной думы Светлана Варнакова открытие игровой площадки транслировала напрямую в социальную сеть. Сегодня она смело может записывать себя в соавторы Красной Поляны. Мало кто знает, что в строительство комплекса Светлана вложила собственные деньги. Общая же сумма сметы – 2,5 миллиона рублей, включая деньги городского бюджета. Мы привлекали, естественно, жителей, особенно мамочек, потому что они знают, что детям больше нравится. И, конечно, вот этот выбор, вот этого комплекса – это просто выстрел, потому что дети, вот сейчас я даже разговариваю, им нравится именно лазить. Лазить, прыгать. Вот эта вот динамика, которая в них, энергия, которая в них есть, она, конечно, выплескивается здесь. В следующем году конкуренция за гранты программы поддержки местных инициатив станет еще выше. Люди поверили в проект и его эффективность. Заявок все больше. Принимать их будут до 18 декабря. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 23 ноября на заседании Рязанской областной думы выбрали регионального уполномоченного по правам ребенка. Им стала полковник юстиции, занимавшая должность старшего помощника по взаимодействию со СМИ, руководитель регионального следственного управления СКР Анжелика Евдокимова. По сообщениям средств массовой информации, ее кандидатуру на рассмотрение внес губернатор Рязанской области Николай Любимов. Уполномоченный по правам ребенка назначается на 5 лет. Напомню, раньше этот пост занимала Екатерина Мухина. Она досрочно сложила полномочия после избрания депутатом облдумы. 23 ноября отмечают Международный день акварели. Ею пишут картины как профессиональные художники, так и начинающие. Продолжит Марина Комиссарова. Акварельная живопись ведет свое начало с изобретения в Китае бумаги и использования ее в качестве основы для картины рисунков. По сей день традиции китайской акварели известны во всем мире. В Европе акварель распространяется с 17 века и сегодня существуют тысячи техник и силей. Название техники происходит от схожих французского и итальянского слов, означающих в переводе на русский буквально водянистая. Название указывает на вид красок, используемых в этой технике живописи. Это краски, основой для которых служат растворимые водой вещества растительного происхождения. Использование подобных красок позволяет достичь эффекта воздушности и легкости изображения плавных переходов. Достижению подобного эффекта способствует и использование бумаги в качестве основы картины, а также ее предварительное увлажнение. Я могу судить о творчестве Кати Гончаровой с полным основанием, потому что мы у нас здесь видели очень высокие образцы этой техники акварели. Конечно, она сложная, потому что она не прощает ошибок практически. Если ты ее начинаешь исправлять белилами, то это уже не акварель. Вводишь какую-то другую краску, это тоже уже не акварель. Поэтому чистая акварель, она очень сложна, она первозданна, как снег. Акварель – удивительный материал, укоротить который не каждый художник в силе. Требует эта техника и терпения, и усидчивости, и готовности к тому, что в процессе что-то пойдет не совсем по задумке, и умение управлять ее капризными течениями. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!